Все мы сегодня в ожидании наступления нового года. Кстати, Алтайский край встречает его с новым губернатором. Самое время подвести некоторые итоги развития нашего региона в уходящем году. Были в нем проблемы, были и несомненные успехи. Сегодня поговорим о промышленности и крупнейшем за последние годы проекте, осуществленном в Алтайском крае. Это программа «Ваша партия» и я ее ведущий Артем Кудинов. А в гостях сегодня временно исполняющий обязанности начальника управления по промышленности и энергетике правительства края Владимир Локтюшов. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Генеральный директор лесной холдинговой компании «Алтай-Лес» Иван Ключников. Иван Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. И председатель общественного совета при Минприроды и экологии Алтайского края, кандидат сельскохозяйственных наук, наш частый гость и участник программы Денис Шубин. Денис Андреевич, рад вас видеть вновь. Благодаря, незаимно. Ну, господа, спасибо, что пришли, что готовы к этому важному, на мой взгляд, разговору. Ну, и, Владимир Михайлович, к вам, что ли, как к старшему позванию, самый первый вопрос. Каковы основные итоги работы индустрии края в уходящем году, в самом, так сказать, общем виде? Потому что итоги, конечно, будут позже известны, но тем не менее. Ну, я бы хотел сразу к некоторым цифрам, небольшие отступления. Давайте, только чтобы немного. Немного, естественно. Не утомлять зрителей наших. За 10 месяцев этого года мы без малого сделали 300 миллиардов продукции. Прирост 3,2%. На фоне того, что все-таки промышленность Алтайского края интегрирована в мировую фактически, ну, в российскую и мировую, это сегодня достижение. Потому что по ряду позиций в мировой экономике сегодня есть откровенные тенденции спада. Мы, как всегда, выстояли. Ну, хотелось бы сказать, что у нас действительно в этом году. Конечно, после того, как правительством России были проведены ряд мероприятий по утилизации вагонов, мы сегодня очень-очень на волне, мы очень востребованы. И в этом году Алтайский край просто превысит сам себя. Впервые мы сделаем рекордный рубеж. Это задействованы оба предприятия. Исторический рекорд даже. Исторический. То есть, такого никогда не было. Правильно. Мы же говорим об Алтайвагоне в первую очередь, да? Конечно. Да, то есть, Алтайвагон вообще-то, кстати, впереди планеты всей, что называется. Действительно. Причем очень хорошо сбалансировано производство и заготовительное, и конечное продукты. Поэтому здесь мы, конечно, сегодня... И более того, еще Алтайвагон в этом году на третьих продуктов практически отправят на экспорт. Что тоже, понимаете, достижения в рамках наших новых федеральных проектов. Хотелось бы сказать и о таком моменте, что мы и по полиметаллам с лета пошли очень в гору. Но хотелось бы обратить внимание на такой момент. Это не связано с тем, что мы стали больше руды добавлять. Нет. Руда просто афортитно. Она более качественная. И мы где-то на треть прирастем. То есть, руда дорожает. Не объемы растут, а дорожает. А, качество сам. Она более качественная. Ну, качественный продукт, он и дороже больше стоит, да? Правильно, правильно. Вы абсолютно здесь правы. Ну, что еще у нас интересно в этом году? Конечно, то, что мы хороший проект сделали на АЗПИ. Это тоже существенный такой значимый проект. Завод прецизионных изделий. Абсолютно верно. Вы видели, как с каким... Который с Бошем, по-моему, сотрудничали давно. Абсолютно верно. Дело в том, что вот этот проект, который с Бошем начинался, сегодня он перерос чисто в российский. Мы впервые здесь, на Алтае, начали делать полноценную, полнокомплектную топливную аппаратуру, отвечающую пятому уровню, то есть Евро-5. Это, конечно, достижение, причем не только для Алтайского края, а для всей страны. Потому что мы первые сегодня. Ну, здесь были и средства задействованы. Но одним из показателей вся и всего являются люди, как всегда. Так вот, хотелось бы сказать, что у нас впервые за последние годы наметился прирост, причем существенный, почти 5000 человек в обрабатывающих производствах. Это вы имеете в виду работников, да? Работников, абсолютно верно. Так вот, Алтайвагон и... Ну, растут объемы, растут, значит, число... Абсолютно, наверное, по 1000 человек они добавят. У нас также и в пошире одежды есть добавочка. И в стройке тоже есть. То есть тенденция того, что есть рост, он виден в людях. Ну, я думаю, свой такой вклад, взнос, что ли, делает в развитие в целом экономики, промышленное развитие, делает и лесоперерабатывающие отрасли. Иван Михайлович, какие здесь успехи, какие здесь достижения в уходящем 2018 году? О чем можно здесь сказать? Чем мы можем гордиться в целом? Ну, могу сказать только первое. В любом случае, этот год будет очередным годом роста для нас. В целом мы ожидаем прирасти в обороте еще на 20%. Важно отметить, что объемы заготовки лесохозяйственных мероприятий не изменяются. Они из года в год одни и те же. Речь идет о том, что мы из года в год, внедряя новые технологии, создавая новое производство, мы углубляем переработку. В принципе, если раньше мы говорили о том, что лесо с Алтайского края, именно из сектора лесных компаний, мы практически не вывозим в круглом виде за пределы РФ. То есть, в непереработанном виде, в любом случае, мы его перерабатываем. Да. Уже какую-то продукцию. Если раньше были такие производства, называли то, что, допустим, строили заводы по лесопилению, то последние три года мы очень активно растем именно в других сегментах, которые имеют для нас сейчас новую важность. Это первое, конечно же, обработка пиломатериалов. То есть, это и производство домов. Но, например, за последние три года мы выросли в три раза, а теперь мы производим клееного бруса больше 10 тысяч кубов в год. Мы, конечно же, очень активно увеличиваем объем по производству поганажных изделий. Здесь у нас тоже более 15 тысяч кубов. Соответственно, вот уже на сейчас, и мы ожидаем до конца года, что эта цифра будет. Здесь же тоже у вас значительная доля произведенной продукции идет на экспорт за пределы края. Да, я так понимаю. У вас очень высока доля. Потому что мы здесь эти объемы, наверное, просто не в состоянии строительная сфера потреблять. Я так думаю, Денис Андреевич. Конечно. Это доля по экспорту на около 90%. Ну и вообще, если мы говорим за пределы края, то это 95%. Мы продаем. Я имею в виду, что еще 5% это по России. Ну и, конечно же, вот сейчас новые сегменты для нас – это использование отходов тех же, допустим, деревообладающих производств. Потому что вот в этом году у нас запустили снова производство. Просто такое, настолько важное для экономики край событие. То есть, Денис Андреевич, может, расскажете, что все-таки произошло. Это об открытии вот этого достаточно большого комбината в Павловске. Просто с объемом инвестиций около 6 миллиардов. Ну так, вы заявляете. Я чуть не помню, за последние годы такой объем – это очень приличные деньги. И, так сказать, вложили в основном деньги – это частный капитал. Вот расскажите об этом проекте. Мы абсолютно правильно сказали. Иван Михайлович, что-то добавит, если что. Это просто колоссальный вклад как в экономику Алтайского края, в частности, так и, наверное, в экономику Российской Федерации в целом. Потому что это суперсовременный завод, который имеет нанотехнологии, которые, в частности, местами практически нигде в мире и не используются. И сегодня такой завод появляется в Алтайском крае. Для алтайских лесоводов, для алтайских лесников, наверное, если хотите, для алтайских экологов в целом, да, такое событие, кто понимает более углубленное направление деятельности завода, это просто историческое событие, которое, может быть, происходит, я не побоюсь этого слова, но, скажем, раз в сто лет. А в чем уникальность? Это революция в ведении лесного хозяйства. Иван Михайлович абсолютно правильно озвучивает те динамики, которые сегодня имеют место быть в производстве других сегментов на деревообрабатывающих предприятиях. Но всегда очень остро стоял вопрос использования отходов, которые просто без них ни одно производство деревообрабатывающее невозможно. По сути, да, это щипа, это опилки, отчасти это порубочные остатки. Значит, и вот эти вот отходы, мечта лесников, когда мы ездили и, значит, зарубежные, значит, в другие страны, смотрели, как там поставлена, на ком уровне поставлена переработка этих отходов. Ну, там все, по-моему, удела нет. И мы всегда смотрели и думали, насколько мы сегодня отстаем, так сказать, как привыкли говорить, от быстро развивающихся странах, да, то есть от состоявшихся странах. И сегодня это наша мечта, она воплощается здесь, в Алтайском крае. Мы сможем использовать эти отходы, как мы привыкли их называть, а теперь будем называть сырьем. И можно сказать смело, что наши предприятия будут на 100% безотходными в этом направлении. Вот, мы будем производить классную готовую продукцию европейского уровня, которая может конкурировать практически везде. Иван Михайлович, расскажите, что это за продукция и, так сказать, сырьевая база, понятно, это отходы, это порубочные остатки, щепата, да, низкосортная древесина. Здесь у нас с этим проблем, я так понимаю, нет. А вот то, что касается рынок сбыта, вот об этом расскажите, что за продукцию вы предполагаете в виде, так сказать, экспорта направлять, так сказать, соседние регионы, может быть, даже за пределы страны. Чтобы сразу было понятно, во-первых, в любом случае, это у нас шаг за шагом, и то есть этот проект тоже предполагает дальнейшее развитие. На первом этапе сейчас мы уже в ближайшее время запускаем именно производство плиты МДФ. То есть мы будем производить плиту, которая широко используется, в первую очередь, в мебельной промышленности и также в строительстве. Это нам позволит использовать, как уже сегодня было сказано, низкосортную древесину. Объем производства плиты – это 250 тысяч кубов в год. Это достаточно большое производство, крупное имеется в виду. Но только оно является, скажем так, экономически целесообразным, потому что, в принципе, понимаете сами, на отходах высокомаржинальности нет. И в любом случае здесь вот эта проблема есть. Но без такого завода, если мы говорим о комплексном использовании древесных ресурсов, говорить вообще, в принципе, невозможно. Не скрою, что у нас последние лет пять мы занимались тем, что мы поставляли щепу на томские заводы. Да, я просто был у директора Логиновский, по-моему, Каменский. Горы, щепы, горы, опилок. Я говорю, что вы с этим делаете? Ну, говорит, он руками развел, посетовал. Говорит, ну вот везем КАМАЗами в Томск, а из Томска уже везем готовую к нам сюда, на Алтай, вот эту ДСП или МДФ или что. Ну, теперь все, этого парадокса нет уже, когда сырье наше, а готовую продукцию ввозим из... Мы именно к этому и стремились. Да, финансово это очень сложный шаг, но мы его сделали. И сейчас, если говорить, допустим, о финансировании, здесь, естественно, этот проект только у нас совместно, он реализуется с банком ВТБ. То есть, никакого участия здесь, конечно, несмотря на заявления отдельных лиц, участие со стороны бюджетов нет. Разговоры постоянно, вот бюджетные деньги опять. Нет, все проекты, которые реализуются в холдинге компании Алталес, это собственные деньги. И, конечно же, львиная доля, там больше 70% это заемные средства. Вот, и так же и здесь. Но важно отметить, что этот проект, как сказал, это будет первый этап. В дальнейшем мы сейчас будем изучать новые ниши. В частности, в тематике очень модной импортозамещения мы видим такое направление, как ламинат, напольное покрытие. И, допустим, мы уже для себя четко понимаем, сколько это стоит, как это сделать, как это организовать. То есть, это будет в ближайшее время анонсировано. Скорее всего, мы пойдем в это направление. Или, соответственно, в мебельное. И в такой, в дальней, в обозримой перспективе, помнишь, Денис Андреевич, мы говорили о том, что, ну, может быть, когда-то у нас возродим мебельную промышленность. Дай бог, чтобы все есть, сырье есть. Безусловно, это толчок. Да, да, это может быть даст толчок и развитие. В принципе, это малый бизнес. Сейчас мебельная промышленность, она во многом испытывает дефицит в плите. В современных материалах. Да, да, да. И, конечно же, в качественной плите. Ну, как ни крути, таких заводов за Уралом, их вообще, по сути, сейчас только второй. И здесь, конечно, есть проблема именно в доступности этого материала. Поэтому, если мы говорим о том, куда мы собираемся продавать, то порядка 60% этого продукта будет направлено на внутренний российский рынок и около 40% на азиатские рынки. Потому что сейчас очень активно развивается мебельная промышленность и в Казахстане, и в Узбекистане. И здесь как раз. Ну и здесь, кроме как у нас. Добавляй, Валерий Михайлович, следующий. Я допомню, потому что сегодня стало очень модно, и в том числе и в средствах массовой информации, спекулировать на преддверии открытия этого завода такой якобы информацией о том, что этот завод, сегодня из-за него все леса начнут вырубать, объем вырубки вырастет в разы, чтобы обеспечить его сырьем. Я вполне официально заявляю, что сегодня объем расчетной лесосеки в связи с открытием Павловского ДОКа, он никак не увеличится, потому что этот завод, как я сказал выше, будет работать на отходах, как мы сегодня привыкли их называть. У вас просто рискоз не даст просто это сделать, Москва, да? Поэтому все спекуляции по этому поводу, они обоснованы, и, соответственно, надуманная информация с целью, не знаю, поднятия рейтинги. Каждая компания, она строит в любом случае свой бизнес на тех ресурсах, которые есть. И точно так же и холдинга компания «Алтолес». Мы все заводы, все производства выстраиваем не с точки зрения потребителей, а под реальную сырьевую базу, которая существует. То есть, та, которая есть, та, которая есть уже. А не просто хотелки какие-то на будущее. Это пословная сырьевая база. Да, ну понятно. Владимир Михайлович, я бы не совсем согласился с этим подходом, что вы не отталкиваетесь от потребителя. Все отталкиваются сначала от потребителя. А второй момент, это, естественно, сырьевая база. Может, мы всех бы хотели удовлетворить, но исходя из того, что мы имеем, то есть и по сырьевой базе, и по основным фондам, и по людям. Ну, это, собственно, не противоречит, в общем, стратегии любой. Если мы говорим об объеме рынка, я вам уже сказал, что сейчас, я почему именно в этом. Нет, я услышал, мне понравилось. Здесь дефицит. Здесь дефицит. И просто вот действительно спекулируют этой темой. Но по факту мы не собираемся. Да, у нас, естественно, возникает больше работы сейчас в лесу. Больше транспортировки древесины. Это естественно. То есть, мы сейчас больше будем заниматься тем, что рационально использовать древесину. Павел Михайлович, ну вот, коли пошла речь о крупных инвестпроектах, инвестиционных проектах, одним из которых, ну, наверное, самый крупный, я так для себя его вообще назвал проект года, да, потому что 6 миллиардов, это очень грандиозно. Ну, за два года, за два, за два, это, в общем. Что у нас еще? Какие производства открылись? Где прошла реконструкция, модернизация появились? Может быть, новые виды продукции, там, диверсификация прошла производство? В целом, по промышленной отрасли наиболее заметное событие. Ну, вот я хотел бы там в связи сказать, что вот предприятия, которые выросли, выжили... Вы назвали АЗП и... Секундочку, я о другом хочу сказать. Да, да, да. Вот предприятия, которые ведут именно техперевооружение, осваивают новые продукты, новые технологии, те и существуют. Поэтому сейчас, называя проекты, я никого не хочу обидеть, что кого-то забыл, потому что вот таких глобальных проектов сегодня не так много. Хотя вот в текущем году такой момент, что в обрабатывающих производствах и благодаря вот этому проекту у нас инвестиции выросли в два раза по году. То есть, это очень колоссально. Я уже называл, что у нас есть рост и по численности, как выражение того, что у нас идут процессы. Ну, уж из проектов, которые... Ну, и вот я называл АЗПИ. Проект, который, ну, в отличие от вашего, естественно, поддержан и федерацией. Там были и просто субсидии на окровские работы, там большой кредит представлен. Ну, и, соответственно, Край ответил, что мы там действительно механизмами уже поддержки краевого уровня помогали этот проект двигать. Мне бы хотелось отметить и другой, может, пока менее значимый проект. В видимости, это проект, который у нас осуществляет химический кластер. Это ряд химических предприятий, вокруг шин объединились и сегодня производят продукцию современного уровня. Государство это увидело и субсидирует этот проект более чем на 100 миллионов. Подчеркиваю, субсидирует. То есть, продукция, которая делается в Алтайском крае, экологическистая, востребована и, естественно, с экспортным потенциалом. Потому что поддержка, прежде всего, идет именно на те продукты, которые идут за рубеж. Сельхозмашиностроение. Что интересного? Что касается сельхозмашиностроения, то, конечно, мне бы хотелось сказать, что год очень тяжеловатый для сельхозмаша. Потому что урожай прошлого года и в первом полугодии был спад объемом. Особенно продаж. Не могу сказать объем. Объем мы продолжали наращивать. И по году мы все равно 10 тысяч орудий выполним в этом виде деятельности. Но мне хотелось бы сказать, что уникальный проект, вот тут уникальный действительно. Впервые нам удалось в России сделать учебно-конституционный центр. Вот на 75-е Алтайского аграрного университета он был официально открыт. Это детище, прежде всего, самих предприятий. Ну, в конце им чуть денег не хватило. Это по подготовке кадров, да, я так понимаю? Не только. Я хотел бы обратить. Абсолютно правильно вы говорите. Это центр, который направлен, прежде всего, на подготовку кадров. Всех уровней, подчеркиваю, всех. Но прежде всего, студентов, которые здесь... То есть, и рабочие, и средне-технический персонал, и инженеры. Дело в том, что особенность того, что там современное оборудование, которое сегодня выпускается на Алтайских предприятиях, которое уже и экспортируется. То есть, это техника сегодняшнего и будущего. И предприятия пошли на то, что за свой счет поставили эту технику, оснастили ее, сделали там ремонт. И вот коллеги приезжали на юбилеи. Конечно, им было очень приятно отметить. Валерий Михайлович, то, что касается кадров, Иван Михайлович, у вас же тоже пришлось... У вас около 200 новых рабочих мест вы создали для вот этого крупного предприятия, Павловского. И во многом приходится готовить эти кадры. Да, ведь вы тоже занимаетесь... Вот, Валерий Михайлович сказал, о подготовке кадров, о переподготовке, о повышении квалификации. Наверное, тоже с этой проблемой столкнулись. Как вот вы ее решаете, если говорить вот об этом предприятии? Ну, 200 новых рабочих мест требует, там же современное оборудование, как Денис Андреевич сказал. Ну, конечно же, здесь используем несколько методов. Базово, в любом случае, для себя мы ставим задачи. Это персонал близлежащих районов, в первую очередь, конечно, до Павловского. И пока у нас это все получается реализовать. Ну, для них, для Павловского района 200 новых рабочих мест, ну, я так округляю, это же вообще, это очень много. Артем, это те рабочие места, которые по штатному расписанию, нужно еще учесть, что это позволяет и те, которые в компании привлечь, которые тоже будут создавать новые рабочие места. Ну, это как называется, мультипликативный эффект, когда одно тянет за собой другое. И на аутсерсинге еще будет ряд организаций задействован. В данном случае, говорил о другом, это подготовка кадров не себе, а тех, кто эксплуатирует эту технику. Это вклад в будущее предприятий, но не на предприятии. Вот особенность вот этого центра. Понятно. Ну, все-таки я вас привел, Иван Михайлович. Технологии новые, поэтому, конечно же, у нас мы используем в программе сейчас обучение кадры из-за рубежа, которые, по сути, внедряют эти технологии. У нас сейчас несколько технологов, в том числе двое с России. То есть, они, скажем так, с ранее действующих заводов приехали, чтобы обучить уже наших специалистов. Ну, и, конечно же, это со стороны уже поставщиков оборудования. Здесь это с Германии, с Австрии те специалисты, которые обучают вот этим новинкам, скажем так, вот эти технологии уже непосредственно наших людей. Вот, да, Денис Андреевич, ага. Сейчас хотел дополнить, конечно, коллегу. Помимо того, что сегодня, безусловно, идет обучение, большое внимание уделяется и созданию инфраструктуры для проживания, комфортного проживания в том или ином районе. То есть, это социальная сторона вот этого проекта. И это упускать ни в коем случае нельзя, потому что это очень важно. Сегодня, насколько я знаю, предприятие, которое запускает такой завод, очень большой вклад вносит в социальные аспекты именно на селе, чтобы было более комфортно проживать и своим работникам в том числе, и, собственно говоря, населению поселка в целом. Владимир Михайлович, вам вопрос. Я бы хотел еще вот тот вопрос, который мы обсуждаем. Понимаете? Чтобы не создавалось впечатление, что только малые предприятия или средние занимаются инвестиционной деятельностью. Ну, казалось бы, вот у нас Алтайкокс, ну, флагман. Ну, 30% продукции вот еще по итогам 2015 года шло за рубеж. А вот 30% коксующихся углей, которые шло за рубеж. То есть, кокс, это производил наш Алтайкокс. Ну, казалось бы, отличная экономическая ситуация. Тем не менее, сегодня Алтайкокс запускает проект стоимостью почти 3,5 миллиарда под то, чтобы уйти от части жирно-коксующих углей, то есть, сделать себестоимость продукции подешевле. Ну, за счет, естественно, технологических приемов. Это с рыночной конъюнктурой связано? Нет, это внутренние сдержки. Конъюнктура, она требует продукт. А они уже внутри видят, как это делать. Ну, и сами понимаете, исполнительный арт, это прилично. Вы плавно перешли буквально к вопросу, который я хотел и вам задать, и моим гостям, которые лесоперерабатывающую промышленность представляют. С какими проблемами сегодня сталкивается Алтайская промышленность? Что мешает ей развиваться? И каким образом государство может помочь в решении вот этих проблем? Ну, если, конечно, не создает их само. Вы правильно говорите, что государство сегодня должно создавать механизмы. Государство – это главная проблема для промышленности. Я бы не сказал. Государство как раз сегодня, может, меньше уделяет внимания. Государство может быть плюсом или минусом. Слишком запрограммировано, то есть, не давали инициативы. Сегодня инициативы достаточно. И государство, как я говорил, ряд проектов уже поддерживает прямыми средствами и кредитами, и субсидиями. У нас, вот, алтайских предприятий, какие вот основные проблемы? Вы же с ними каждый день, ежеминутно общаетесь. Я просто был у вас в кабинете, у вас, как, я не знаю, как в Смольном. Телефон, по-моему, вот он просто раскаляется. То один директор завода, то вы кому-то все время на связи. Есть такие моменты, конечно, потому что промышленность – это живой организм. Но есть общие тенденции, общие проблемы. Конечно, одна из них – это то, что у нас основные фонды довольно сильно постарели. Соответственно, и фонды, и люди, которые на них работают. Основные фонды – это станки, оборудование, инфраструктура вся, ну и так далее. Больше мы ощущаем, конечно, технологическое оборудование. Оно определяет качество продукции. И вообще перспективы использования этой продукции. Развитие, модернизация. Первое, я зажимаю пальцем. Второе – это старение кадров. Кадры, я так и знал. Это связанные моменты, которые идут. Какой чинаж. Первое оборудование, второе – кадры. Абсолютно верно. Третье – это кредиты, это финансовые ресурсы. Ну, скажем, ограниченность ресурсных оборотных средств есть, конечно, я не спорю с этим. Ну, и так же, как всегда, банальная истина – это монополии, которые имеют возможность порой поднимать тарифы более опережающими темпами. И либо навязывать свои услуги… Естественно, монополия – это общая боль, не только для промышленности, и для населения, и для всех. Ну, и особенность Алтайского края. Есть и две. Одна бы, я сказал, такая оригинальная, что практически основное, что мы выпускаем – это средства производства. То есть, мы очень зависим от главных компаний, которые приобретают нашу тех. То есть, мы не последние, кто выходит на рынок. То есть, мы вынуждены быть подвязаны от предприятий. То есть, мы не последние, мы встроены в цепочку производственную. Да, абсолютно, в технологическую. Да, и мы не последнее звено в этой цепочке, то есть, мы промежуточные. То есть, мы как бы… В этом есть свои проблемы. Да, есть и проблемы, и зависимость. Потому что мы всегда должны бороться за новые рынки, за новые ниши. Ну, и здесь конкуренция, она не всегда бывает. Честно скажем, за что мы боремся. Господа лесоперерабатывающая промышленность, представители, у вас какие проблемы? Наверное, тоже, и в связи… Вот когда вводили, вот строили вот это новое предприятие, наверное, тоже сталкивались с массой проблем. Может быть, сейчас тоже возникают какие-то проблемы. Да, проблемы. Может быть, о них, Иван Михайлович. Ну, конечно же, уже озвучены проблемы. Они, конечно, и нас тоже касаются, особенно по действующим производствам. Но если говорить про вот новый проект, тот, который сейчас мы реализуем, здесь масса проблем была и по созданию инфраструктуры. И, соответственно, вот сейчас для нас вопрос стоит, как бы это… Нам нужны понятные правила игры, скажем так, как это называет у нас министр природных ресурсов Российской Федерации, с государством. Ну, то есть, вот наша ситуация сейчас, она выглядит простым образом. То есть, несмотря на то, что муссируется тема с заготовками, заготовка по тем территориям, где мы работаем, за последние 15 лет она не менялась. Она остается в одном и том же режиме. Но сейчас, ну, соответственно, мы, как я уже сегодня говорил, имея этот объем ресурсов, планировали и создавали поэтапно. Это очень большие инвестиции, это больше 10 миллиардов уже сейчас на данный момент. Создавали производство и строили их. Два производства, они вообще были поддержаны на всех уровнях. В Крае в свое время это производство в Топчихе по домостроению, это Каменский ЛДК. И они также стали приоритетными проектами в области освоения лесных ресурсов в России. То есть, его признали, соответственно, сначала Рослесхоз, что необходимость этих проектов, и Минпромторг, что необходима поддержка в плане предоставления в свое время лесных ресурсов. Мы со своей стороны были обязаны построить за свои деньги эти заводы. Мы построили. Вот сейчас прошло 10 лет, и вот с подачи, скажем так, экологов, ставится вопрос об изменении объемов заготовки. Что это для нас? Это, в принципе, сейчас создается первый прецедент в России, когда мы говорим, и министры на природных ресурсах, и господин Медведев на той неделе сказали, что нам необходимо создавать больше и больше производства в России. Но как люди, вот увидев такие ситуации, когда мы инвестировали очень круглые суммы в развитие производства, и государство со своей стороны, просто пренебрегая договором аренды, сейчас заявляет о том, что будут созданы новые, и в плане того, что мы будем больше делать упор на экологию. Причем эти все заявления достаточно, с точки зрения науки, необоснованы. Просто они ведут, скажем так, или ведутся, правильно сказать, на поводу экологов. Вот это сейчас для нас действительно очень большая проблема, потому что те проблемы, которые вы называете, они текущие, они у всех постоянно идут. Они сложившиеся системные проблемы. Было очень много вопросов, еще раз говорю, с инфраструктурой. Мы это все победили, но вот это проблема, и как бы это очень сильно влияет на работу. Если я так подытожу, сейчас, Денис Андреевич, слово вам дам. Мне кажется, и в промышленности, и в других отраслях промышленного производства возникают, постоянно звучат голоса о том, что нужны, да и вообще для бизнеса в целом, что нужны как бы в долгую, понятные, внятные, четкие правила игры. То есть какая-то предсказуемость от государственной промышленной политики или налоговой политики и так далее. И то, и то, все должно иметься. Все, да, да, да. Денис Андреевич, пожалуйста. Я дополню коллегу, он абсолютно правильно озвучивает эту проблему, но, значит, это нужно отметить, это не полностью экологическое сообщество, об этом говорит, это узкий круг лиц, экологов, которые сегодня во многом надуманно говорят о проблемах лесного хозяйства, в частности, ленточных боров. И самое парадоксальное во всем этом, почему-то слушают сегодня непрофессиональное сообщество, кто должен этим заниматься априори, кто изначально это все создавал и работает в этой отрасли. Наука, первую очередь, я так думаю. Научная сообщество. А слушают сегодня непосредственно мнения, достаточно спорные, по поводу экологов. И это отражение происходит, и на всех уровнях власти начинает транслироваться, на это стали обращать внимание. Хотя есть и истории о том, что мы знаем эти истории в Алтайском крае с принятием пресловутого закона о агентах. Денис Андреевич, я возникаю вопрос, а почему наука-то молчит? Почему дует из той дырки, которая, знаете, как в анекдоте, чем меньше дырка, тем сильнее дует из нее? Ну, так почему наука-то молчит? Почему и не привлекает? Наука не молчит, наука в этом направлении работает, делает выводы. Может быть, не такие популистские выводы, но тем не менее, выводы не ведутся. Понимаете, проблема в чем? Для изучения лесов, лес ведь это сложный такой организм, который растет не один десяток лет, требуется время. А говорить огульные голословные заявления требуются секунды. Поэтому любой уважающийся ученый, он понимает, что я сегодня даю информацию, и она должна соответствовать действительности, она должна быть сегодня проверена экспериментом, коэффициентом корреляции и многими другими показателями достоверности информации. А делать публичные заявления, и которые потом с лихвой подхватываются во всех сферах наших социальных отношений, это секундное время занимает, как я сказал, об этом выше. Собственно говоря, пока наука делает научные выводы, пока она это готовит, сегодня вот это пространство, вот эти высказывания. Будем надеяться, что все-таки наука будет более слышна, что ли, во всех этих, в экспертном сообществе и так далее. Еще раз представлю гостей сегодняшней программы. Это временно исполняющий обязанности начальника управления по промышленности и энергетике правительства края Владимир Локтюшов, генеральный директор лесной холдинговой компании «Алтай-Лес» Иван Ключников и председатель общественного совета премьер Минприроды и Экологии Алтайского края, кандидат сельскохозяйственных наук Денис Шубин. Спасибо, господа, что пришли, что принимали участие в этой программе. Ну и напомню, сегодня мы говорили о том, как развивалась алтайская индустрия в уходящем году и какое будущее ее ждет в ближайшем будущем. Замечательно, что появляются новые предприятия, открываются новые производства, а главное, что в эти проекты вкладывает средства сам бизнес, помогая тем самым краевому бюджету. А это значит, что наша жизнь потихоньку меняется к лучшему, как бы трудно нам пока ни было. Остается надеяться, что таких перемен будет больше, и происходить они будут чаще. Это была программа «Ваша партия» и я ее ведущий Артем Кудинов. С наступающим всех Новым Годом! И не будьте пешками в этой жизни. Всего доброго! Встретимся через неделю.